доброго всем времени суток с вами texer и корабль нострома по-прежнему ищет все приключения на заднице ну ищет не корабль ищут те кто на нем работает не помню я за кадром достраивал нет эти хреновины в кадре еще три солнечных батареи два накопителя и производитель кислорода которые тут у меня живут в пустом отсеке пока не знаю что буду ставить пока не особо я лезут пиратам потому что пирата меня в ближнем бою пинают мне конечно советов надавали но как все она мне проще связаться с пиратами они мне ничего не могут предоставить интересно вот вообще ничего вместе убрать ничего два корабля шикарно как-то так и наши орлы пойдут на корабль они вроде как выспались но не сильно да надо было батарах брать а я сделал по-другому я возьму вот этих которые выспались получу просто так то есть ты выдавая пение или пофига убрать ими все вооруженные кого там из них братья так сначала на меньше корабль полетим так на меньше на меньше на меньше вот на этот маханький кораблик у squared полетела потом пришлюз а у меня есть кислород отдельный ну я там летит молодца ну сто пудов пять алины будут. Вот я прям более чем уверен. Возможно большие. Мне говорили, не играю в XCOM, ходи толпой. Не играю в XCOM, хожу толпой. Мигает. Если что мне не нравится, стоям бы в пенни, а навыки инвентарь. Это и безоружная пенни, я понял. А щас пенни безоружная, я не пойму. Ну ладно, не важно, не важно. Когда-нибудь будет оружие, так какая-то фигня лежит. Или мне показалось, не помню. Пульт управления. Все, последняя комнатка и мы ее захватываем. И последняя. Все, корабль мой. Так, пенни мы оставляем подручным управлением. Не подручным, не подручным. Так. А пенни у нас, пенни, 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 пенни ручная. Не надо пенни. Так. А где ж у нас чего-то? Максим, что-то там фрычит. Блин, мне показалось, что что-то лежало. Показалось? Показалось, нету нихрена. Так, все, пенни тоже неручный режим. А мы ломом займемся. Так, перенос, что тут есть нихренища? Нету. Выбрать все. Так. А лом. Инфролом я оставляю. Мне его реально делать не буду. Инфролом у меня ступит. Мне стоп, не надо. Инфролом. Все, вбей. Вот как-то так. Погнали, ребята. Так. Я, да, я не трогаю дальний корабль, потому что... Так, работаете. Да, видите, понесли. Что у нас дальше? У нас тут еще вот это вот. Добыча. И добыча воды. Э, я хорошо нажал, да? Вот так. Так, никто у нас не хочет на шаттле полетать, там еще что-нибудь такое створить. Ну, шаттл того бы ушли, кстати. Так, ну, я... Все. Я инфролом не беру. Которую вот дохренища. Я беру все остальное. Уже немножко так, зажрамшись как бы, да? Ну, таскайте, таскайте, господа. Так, нормально. Больше-то нам и не надо. Спите? Спят. Ну что, может мне оптимистичную кольку поставить? Я думаю, поставлю. Кто-то устроит. Построит. Так, сейчас встанут и мне надо пень вооружить. А то нормальный атак. Стоянба. Ручный режим. Мне кажется, здесь. Как-то я не стой. Как она безоружена? Надо сейчас всех посмотреть. Выложил, что ли? Как-то странно. Я вот с хвоста как бы вооружал. Так. Так, ты вооружен. Ну все, пацифистов нет. Отлично. Нет, это тоже не надо. Пацифистов нет. Все, за работу, народ. Просто Пенни неожиданно оказалась без оружия. Это бывает. Хорошо, что на том корабле не было врагов. Вроде устаканилось у меня с удобрениями. Видите, все хорошо. Производят. Ну, три тухрилки. Причем они у тебя по условиям работают. Не все. Эта бесконечность у нас уставилась. Вот это, наверное, по условиям. Нет. Странно. Может вот это? Нет. Ну и ладно. Ну и покажется. Да и хрен бы с ними. Так. Я вот жду, когда мы закончим с этим кораблем. Полететь на следующий. Лом. О, лом корпуса уже весь выгребли. Энерго, техно и мягкий. Ну я не знаю, зачем мне нужен мягкий. Кстати, они собрали уже все эти, не ресурсы, как это назвать-то. Ресурсы. Все ресурсы собрали. Так. А, койку сварили. Молодцы. Вареные койки. Это прекрасно. Возможно, мне надо построить еще склады. Двигатели. Двигатели, я думаю, надо построить. Вы, конечно, скажете, что нафига тебе их строить, они и так летают. Ну, некрасиво. Давайте вот так. Некрасиво. Так. Должно быть. Темная мать территория, на которой... Похрен поймут, что хранится. Энергия. Выработка 39. Потребление 34. Ну, короче, нормально все. Так. Убираем. Двигло сейчас построят, я думаю. Все будет хорошо. Ну, смотри, все натащили, сейчас уже сварят и все. Ага. То есть, надо электричество к нему подключить. Подключим. Вот так. Строите, давайте. Побежал строить. Ну, это все быстро. Так, шаттл шляется, все нормально. Так, связь. Осекем. Пожар. Моностром. Ну, это бывает. Где пожарим? Я не понял. Где горим-то? А, пока я возил, тоже, наверное, погасло, да? Ну, ладно. Ну, и ладно. Ну, я дым даже не вижу. Так, на складах место пока и есть. А, смотрите, а ну, готово. Значит, что? Да, все забрали. Молодцы какие. Сейчас они выспятся, и я их на шаттл и следующий корабль окучу. А пока они производят всякое. Так, все, пошли кофе пить, сейчас спать лягут. И утречком я их задействую. Так, последний засранец бегал. А, смотрите, новую койку заняли, зараза. Так, ну, давай. Так, по запасам все хорошо. Еда всегда прекрасна. Ну, кофе. И погнали. Так, ручной. Туда. Ручной. Пошел. Ручной. Пошел. Пой, не подуставший, ничего страшного. Я думаю, пойдет. Пошел. Все, есть. Погнали. Все там, все там. Стыковка. О, тут шлюз есть. Так, лети. Шаттл пошел. Ну, что ж. Четыре космонавта сейчас пойдут получать люлей в этом корабле. Тут-то точно ариены есть. Там не было. Тут наверняка есть. И пони, что-то подуставшая. Так, ну, ждем. Обвожу. И тут сразу ариен, который сразу лопнул. Ариен, который лопнул, так это и называется. Пошли. Я обычно с хвоста все это начинал. То есть у меня в прошлые разы один человек не стрелял. Так, я теперь играю в РТС-ку. Я вот в ском не играю. Исследуйте. Да, исследуем. Так, тут ничего. Это почитать у нас будет хорошо. Почитать мы любим еще почитать. Так, на движках летаем. Ну, не может быть тут один ариен, да? Тут много ариенов, скорее всего. Звук страны. А вон кокон. А вон кокон. Много кокон. О, тут стоите. Молодца. Сейчас все разнесем. Ох ты. Сейчас кто-то у меня ляжет. Я чувствую, да? Нет, кстати, лопнули и все. Лопните их, козлок. Ну, их-то не очень много. Мы через провал постреляем. И все, стены продрались. Ну, попадите уже в этот лук отдолбанного. Все, есть. Погнали. Так. Ну, вот этот над кокон уничтожит. Ну, шо вы? Ага, молодца. Туда. Ну, тут наломали стенки кают вообще по первое число. Так, что у вас там? У вас кислорода мало, да? Да. Ну, тут было алинское гнездовье. Ну, смотрите, выкрутились, выкрутились. Молодцы. Опять кокон, да вы издеваетесь. Я же вы только что уничтожил. Так, ладно. Мой, блядь, отсюда выходит. Не знаю. Двигло. Туда? А, туда вот через здесь. Туда через здесь. А, и звучит по-русски так. Так, кого-то выпили. О-о-о. Заходим. Отлично. Да вы проходите куда-нибудь. Надо стихарей нас добить. Ну, и что? По-моему, они по пульту лупят. А вам что кажется? Ну, и что? Я не все исследовал, да? Хотите сказать. Опять-таки, задрали. Все. Олом возможен. Перенос. Дохлятина. Но мы перенесем все. Олом. Тым-тым-тым-тым. Отлично. Так, пауза. Так. Ты. Автоматический режим. Так. И погнали. Им всем нужен воздух. Они, блин, без воздуха летают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да бегите вы быстрее, дятлы. Плохие условия. Конечно, я увлекся. Они без кислорода. Так, здоровышка пошла нафиг. Куда вы? Бегите, глупцы. Ну ладно, тут хоть близко. Пенни ручной режим. Так, пенни ручной режим пошли. Пенни ручной режим. А, вот туда все, да. Ну ладно. Прилетите его сюда. Ну, кто-нибудь сюда прилетит, да? Правильно? Правильно. Лом я задал. Возможно, полетели... Оп, стоять. Возможно, полетели спать. А, это разбиралка полетела. Так, шаттл полетел. Так. Прилетел один человек, я так понимаю, да? Джон. Джон, у меня для тебя плохие новости. Ты в ручном режиме. Так. Погнали. Сейчас мы все перечитаем. Главное, опять не улечься, без кислорода не остаться. Так, это были монеты. Ладно. Там мелкая крокозябра все сваривает. Новый журнал. Прекрасно. Я так понимаю, тут баблищи тоже. Так, еще побыстрее. Монеты, да. Все. Работаете. А мы почитаем новый журнал. Ну, конечно, Мэри Шелли. Как же еще? Мудрость и достоинство. Независимый исследовательский корабль, Мэри Шелли. Бортовой журнал. Последняя запись. Говорит профессор Гранд Парк. Чейзер и Рей погибли, сражаясь бок о бок. Я до сих пор слышу их крики, когда закрываю глаза Мэри. Камера, которой мы построили за движение существа, с задачей не справилась. Сначала это все было хорошо, но в итоге мы нашли сигнал для пробуждения организма. Поначалу существо на нас не нападало, и мы решили, что они агрессивны. Пища ему почти не требовалось. Воздуха, как я предполагал, тоже. Вода ему тоже была не нужна. И мы продолжили экспериментировать, проверяя разные сигналы. Мы за один час добились больших успехов в переводе программного обеспечения артефакта, чем за две предыдущие недели. Но потом ответ на один из сигналов существо вдруг изменилось. Оно создало для себя что-то вроде кокона и перестало отвечать на команды. А потом, когда кокон лопнул, из него появились десятки детенышей, которые тоже не реагировали на сигналы управления. И они были голодны. Они оказались достаточно мелкими, чтобы пробраться через ментиляционное отверстие. Наверное, только взрослые особи реагируют на сигналы управления. Но сейчас уже поздно проверять эту гипотезу. До артефакта мне уже все равно не добраться. Труп Андерсона блокирует дверь. Они прилепили его туда чем-то вроде смалой, прочной как бетон. А потом отложили у него свои яйца. Жаль, жаль, я не... Никто не заслужил такой смерти. Что касается Флетчера, кажется, они сделали с ним то же самое, но он сбежал. Сел в шаттл и бросил нас. Только Богу известно, что он собирается улететь без гипердвигателя, но его больше нет. Если я правильно понимаю, эти яйца будут пытаться там, куда он их увез. А если кто-либо его подберет, что ж, они будут распрояться и дальше. Как далеко и как быстро остается этого подгадать. Что до меня? У меня уже не выбраться. Разгерметизация корабля не поможет. Им это что слону-доробина, а запаса фида и воды меня долго не хватит. Но у меня есть пистолет. Если кто-то найдет это послание, мне очень жаль. Нам стоило быть осторожнее. Мы хотели приумножить знания человечества. Боюсь, единственное, что мы приумножили, это страдания. Возможно, если вы узнаете, откуда они взялись, вы сможете как-то с ними справиться. Все имеющиеся данные, все, что нам удалось выяснить, я загрузил на этот планшет. Я уверен, что эти существа были специально кем-то созданы, и они совершенно точно должны реагировать на сигнал артефакта. Нужно лишь научиться управлять ими. Если бы артефакт был сейчас здесь, со мной я бы смог. Они прорываются через дверь, они слышат мой голос. Я, пожалуй, выберу легкий путь и сделаю все, что сам, пока они добрались до меня. Прошу вас, используйте артефакт. Отправьте сигналы управления, остановите их. И, пожалуйста, простите меня. Мой дух летит спокойно, а если будет мыслить, то это, конечно, будут совсем иные мысли. Прощайте, конечно, журнала. А интересно, продолжение истории будет? Нет? Нам было бы интересно. Так, все, Джон собирает там вовсю. Шаттл, Джон, пока не летит, странно, да? Ну ладно, а шаттл разгружают, потому что все, максималочка по скорости. Собираем имущество. Вот я уже и беру не все, да? Уже зажрамшись. Ладно, это не страшно. Так, у меня остался последний корабль, с которого что-то собираю. Ну, это, мне кажется, быстрый перенос. Ну, перенос есть. Лом, лом пока не собрали. Ждем. В принципе, опять же, как только корабль... Ну, корабль... Корабль. Как корабль станет на стоянку надолго, а не поспать, то все. Значит, с тем кораблем мы закончили. И еще один сектор, еще одна планета почищена. А на самом деле я могу бы уже прямо ломиться. Я собираю просто, ну, жадность. Это называется жадность. Мне все это надо. А так я мог бы лететь вдаль. Потому что, ну, у меня все есть. У меня все есть. Запасы 36 синих. Кристаллы, из которых делаются вот эти палки. Запасы полностью, вообще, на все случаи жизни. Но тут можно строить, что захочу. Я пока не знаю, что хочу. Оранжерея мне хватает, жиловый отсек хватает. Набезка есть. Я пока сюда ничего не хочу строить. Производство, вот оно все. То есть, там получается такая пустая конструкция. Так. И здесь у нас разбирают остатки. Мне тут непонятно, почему разбирает один элит. Он решил отдохнуть. Разбирает один человек. Остальные все от нас уковыряют. Ну, что это такое? Пролетайте стоп-четвером, разбирайте все. Мне кажется, они перерабатывают то, что он приносит. Но это так, это подозрение. Просто, смотрите, здесь до хрена. Возможно, в связи с тем, что я не задал инфролом. Возможно, они просто некоторые вещи разбирать не будут. Ну, инфролома нет. Что разбирать? Правильно, правильно. Все, улетел спать. Тогда останется. А мы сейчас посмотрим на том корабле. Вот я не помню. С инфроломом-то, по-моему, обогреватели и двери уходили. Ну, да ладно. Это на самом деле не страшно. Так. Мотается, мотается. Да что там остались? Двери и обогреватели. Ну, я думаю, генератор-то уйдет. Генератор, электричество, по-уходят. Хорош дрыхнуть, да? Жалко, нет такой в ускоренной перемотке сна. Раз. Как в Project Hospital. Ускорил, все, и промотал. Ну, что? Давайте, полет. Кто прилетит, интересно? Опять один нибудь. Ну-ка. Один. Ну, это же он летает. Металлашка. И тошненько собирается. Ну, что это такое? А вы чем остальные хмари заняты? Так, они что-то тут роятся. Слушайте, они ничем не заняты. Очень странно. А промооперации это? Ну, нет. Добыча? Ну, да. Вот так давайте. Не уверен, что это поможет, но... Видите, они ничего не делают. Тот один корячится. Так. А это Джон, да? Давайте посмотрим на Джон. Джон. Ну, у него как бы не добыча. Логистика, техобслуживание, растения, строительство. Я не знаю, за счет чего он так фигачит. Навигация-стреба, рабочая операция. Я не знаю, за счет чего он так фигачит. Что эти маленькие шаттлы что-то там полетели. Так все странно. Одинокий Джон. Который в одиночку отмучивает этот корабль. Бедолага, все, улетел. Потому что спать пора. Ну, не знаю, что Джону так пригорело. Остальные мне. О. Собирайте, собирайте еще. Люди. Ну, вы же можете все участвовать. Они все бегают. Они все роятся тут. Ничего с них хорошего не происходит. Вот в чем хрень-то. Если бы они сейчас в четвером полетели разбирать корабль, то было бы здорово. Но они этого не делают. Ленинца. А с другой стороны, у меня рука не поднимается бросить корабль. Потому что он мне нужен. Ну. Мне нужен с него ресурс. Так, посмотрим. Сколько сейчас улетит. А никто не полетел. Они все чем-то занялись. Логистикой. Ну да. За ночь агрегаты наверняка что-то наплодили. Все, шаттл отчалил. Один улетает. Дайте угадаю. Это Джон. Смотрим. Чем Джон отличается от остальных людей. Красный не трогаем. У него строительство. Строительство, видимо. И лед. Стивы. Вот у вас будет немножко по строительству побольше. Я надеюсь, в этот раз трое улетят. А, Максимус улетел. А Джон остался. Че-то я в их поведении, наверное, не понимаю. Да? То есть дело не в настройке. Они из своей среды, так сказать, выпихнули одного, который полетит. И оказался Максимус, да? Опа, трое. Вот сейчас мы им устроим. А то ишь. Лом, че тут? Так, лом корпуса кончился. Остальных, я думаю, будет немного. Корпуса-то много. Чем заняты? О, да. Все, пошли агрегата нафиг. Ну и спать побежали. Ну что ж, господа. На этом все. Я, наверное, за кадром просто подожду, пока они разберут этот корабль, что следующая серия началась с перелета в новый сектор. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Всего хорошего. До новых встреч.